Если суточный прирост больных коронавирусом будет расти в том же темпе, ученики снова могут перейти на онлайн-обучение. Решение об этом может принять только чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Ситуация пока непредсказуемая, так что ответственные за процесс обучения всегда на чеку. В Солечном управлении образования говорят, что сейчас и они, и сотрудники школ, куда более подготовлены к такому повороту событий. И морально, и материально, в смысле оснащенности. Продолжение обучения, которые могут работать в школе, в институте, и в детстве, в доме. У меня написали много писателей, чтобы увеличить интернет-обучение в определенные институты, потому что они не имеют способность работать на дистанте. Пока чиновники обеспечивали техническую базу, преподаватели подковывались за партами. Все лета ходили на курсы, достигая азы преподавания по семи моделям. А некоторые еще и лекции читали на камеру. Интернет-библиотека «Едукация онлайн-МД» пополнилась новыми роликами. Для учеников, у которых нет компьютера, телефона, планшета, 15-минутные онлайн-уроки будут транслировать по телевизору. Библиотеку может пополнить, так сказать, внекласное видео, вспомогательные материалы для поддержки учеников и родителей. Например, сфата психолога, института онлайн, сфата логопеда. Следующий путь это сделать приготовление для экзаменов. Мы хотим, чтобы не существовать, или чтобы не существовать, или чтобы не существовать в количестве, в котором дети должны получать. Родители от мысли снова столкнутся с дистанционкой не в восторге, но признают, что библиотека онлайн в этом случае не заменима. Это, конечно, не очень. Временно, может быть. Будет хорошо, что можно будет вот такие лекции слушать, с детьми заниматься, если... Конечно, хорошо. На данный момент приемлем этот способ. Мажоритет паренцов у нас есть декор. В 130 школах Кишинева обучается 96 522 ученика.